История породы азербайджанский гурдбассар. Первые упоминания о предках гурдбассаров появились примерно 5000 лет назад. В горах Азербайджана археологи обнаружили доисторические наскальные рисунки, которые изображали человека и крупную собаку. Поначалу одомашненные псы были помощниками пастухов. Для охраны и защиты люди хотели вывести сильных, выносливых и отважных собак. Поэтому из каждого помета оставляли самых крупных и здоровых щенков. Затем их отправляли на пастбище, чтобы прошли курс молодого бойца. Никто не нянчился с кутятами и не опекал их. Так что выживали сильнейшие и умнейшие. Так в течение многих лет естественным путем, без участия селекционеров, была сформирована порода азербайджанский гурдбассар. В СССР порода была известна под названием азербайджанская степная овчарка. В 1933 году этих собак начали массово вывозить из республики. Кинологи выполняли указ Сталина о развитии отечественного собаководства, который предписывал создать новые советские породы. В результате на родине гурдбассаров почти не осталось. А кровь азербайджанского волкодава есть в московских сторожевых. Сейчас гурдбассаров используют не только в сельском хозяйстве. Они несут караульную службу на предприятиях, охраняют частные дома, участвуют.